Здравствуйте, я Юлия Савушкина. В ближайшие 30 минут все самое актуальное и интересное. И сейчас коротко о главном. Как определить азимут по компасу и что еще помогает выстроить верный маршрут в лесу. Большой репортаж с тренировки для новичков, которую в пригородном лесу провели поисковики отряда «Лиза-Алерт». Полевая тренировка – это что-то вроде игры в зорницу. Задача группы – найти все точки маршрута. Всего это минимум 4 километра. У каждой группы свое расстояние. И здесь важно научиться ориентироваться по компасу, а также работать с рацией и навигатором. Копель, ручьи и канонада птичьих голосов. Экспозицию «Весна идет, весне дорогу» изучила Марина Корякина. Она-то и расскажет, какие опознавательные знаки есть у этого сезона. Выставка пестрит букетами, но художники напоминают, что весна – это не только цветы, а еще время ловить щуку. Когда солнце нагревает воду до плюс 8, эта рыба начинает собираться на нерест. Тогда-то самое время ловить хищницу, чтобы приготовить вкусный царский стол. 50 метров водной глади кролем, брасом и вытерфляем. На соревнованиях, приуроченных к 40-летию 6-й спортшколы Тамбова, побывал Дмитрий Шапкин. Когда начинается очередной заплыв в бассейне, ничего не слышно, кроме криков. Болеют ребята яростно, причем непонятно, кто переживает больше – ловцы в бассейне или коллеги на сколье. Сегодня на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина обсудили тему весеннего половодия – прогнозы и готовность специальных служб к действиям в чрезвычайной ситуации. Кроме того, затронули тему цифровизации системы образования и высокие результаты ушедшего учебного года. Цифровая образовательная платформа Дневник.ру ежегодно составляет рейтинг регионов по использованию электронных журналов в школах среди критериев оценки – своевременность заполнения, размещение домашнего задания и наполняемость расписания. По итогам прошлого учебного года Тамбовская область заняла второе место в национальном рейтинге, что подтверждает высокий уровень цифровизации этой сферы в нашем регионе. В прошлом году по нацпроекту образования больше сотни образовательных организаций получили современные компьютеры, презентационные системы, оборудовали классы, а в текущем учебном году на базе 71 школы испытают цифровую платформу для реализации персонализированной модели образования. Совсем недавно был тоже рейтинг в системе здравоохранения определен, там тоже определялась цифровая зрелость так называемая. И вот сегодня еще одна победа в части цифровизации, в части тех задач, которые ставят по соответствующему национальному проекту. На совещании проанализировали оперативные данные от МЧС и обсудили ситуацию по подготовке к паводку. Если погода не удивит резким плюсом, то сильного подъема воды не прогнозируется, о чем говорит и толщина снежного покрова и уровень промерзания почвы. Традиционно губернатор Александр Никитин заслушал информацию управления ТЭК и ЖКХ об актуальных проблемах сферы. Внештатных ситуаций на прошедшей неделе не произошло. К своему разрешению близятся проблемы с водой в селах Тамбовского и Маршанского районов. Губернатор Александр Никитин сегодня встретился с главой Инжавинского района Геннадием Селезневым. Официальный разговор состоялся в рамках серии собеседований, на которых руководители муниципалитетов отчитываются о социально-экономическом положении на своей территории. Геннадий Селезнев в своем отчете перед главой региона отметил, что в Инжавинском районе сохраняются положительные тенденции в сфере животноводства. Так, по итогам 2020 года валовое производство мяса в живом весе составило почти 114,5 тысяч тонн. Мясоперерабатывающие предприятия дают неплохое подспорье для трудоустройства. Например, на Инжавинской птицефабрике сегодня создано 2300 рабочих мест. Больше 50% коллектива – местные жители. Достойные показатели есть и на полях муниципалитета. У нас там в этом году и урожайность была. У нас 30-10 тысяч валов, сбор был. 280 у нас за счет. То есть, по итогу, по урожаю этого года, мы заняли третье место по валовке. Вот среди районов Петровский, Рассказский и следующие мы были. 2021-й стал юбилейным годом с момента первого полета «Человека в космос». Один из активных участников тематических торжественных событий – региональный музейно-выставочный центр. Сегодня в его стенах появился ценный экспонат, который благодаря нашему земляку Александру Скворцову побывал на орбите. Подробности у Дмитрия Сергеева. В обширной космической экспозиции музейно-выставочного центра Тамбовской области более 150 предметов действительно побывали в космосе. И уже с минуты на минуту их ряд пополнится еще одним предметом, который для нас, тамбовчан, имеет особое, я бы даже сказал, сакральное значение. А что для настоящих патриотов может быть более сакральным, чем флаг родного края? Вместе с космонавтом, выходцем из Маршанск Александром Скворцовым он находился на орбите более 200 суток. И теперь по решению Роскосмоса вернулся на малую родину. В торжественной церемонии передачи реликвии приняли участие представители Тамбовского космического арсенала, военно-исторического общества и первые лица региона. «Колоссальный вклад наши земляки внесли в тему космоса, в все, что связано с космосом. Это, во-первых, наша, как известно всем, и база подготовки кадров, авиационно-космическая тема. Она с Тамбовом, с Тамбовской областью просто неразрывно связана. Это то огромное количество, именно уместно сказать небольшое, огромное количество наших земляков, космонавтов, которые прославили и нашу Тамбовскую область, наш знаменитый Тамбовский край». Примечательно, что событие проходит в юбилейный год с момента знаменитого полета Юрия Гагарина. Но, кроме того, оно приурочено к 9 марта, дню рождения великого космонавта. Предмет с такой историей обязательно станет ценным экспонатом. «Флаг этот, конечно, символ и вклада огромного Тамбовщины. И самое главное, он открывает огромные возможности рассказать детям, молодежи о тех масштабных акциях, которые проходили в нашей стране на Тамбовщине, связанные со своением космоса». На торжестве руководитель музейно-выставочного центра обратился к губернатору с просьбой. По словам Игоря Николаева, здесь необходимо сделать планетарий. И реакция главы не заставила себя ждать. «Поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, что я могу сказать. Ну, быть, значит, здесь и планетарию космическому. Как иначе, да, Игорь Алексеевич». Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Как определить азимут по компасу и что еще помогает выстроить верный маршрут в лесу? Минувшие выходные поисковики отряда «Лиза-Алерт» провели полевую тренировку для новичков. Чтобы увидеть, какие задания подготовили организаторы, наша съемочная группа тоже отправилась в пригородный лес. Ярко-оранжевая палатка – ориентир для тех, кто приехал в лес не просто на прогулку. Здесь развернут штаб поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Как правило, число обращений по поводу пропавших с началом весны растет. В этот раз, благо, никто не потерялся. Это учение. У нас есть несколько позывных. Группа, которая находится в лесу – это «Лисы». То есть «Лиса-1», «Лиса-2», «Лиса-3» и так далее. Группа, которая находится на автомобильном транспорте – это «Ветер». Группа, которая находится у нас в штабе, и шестерная группа – это «Заря». То есть, когда мы вызываем группу, мы должны сказать «Заря» – ответ «Лисы-1». Инструктаж перед выходом в лес обязателен. Как вести себя в природной среде, как одеться, что взять с собой. Полевую тренировку проводят главным образом для новичков. Здесь они получают первичные знания, которые в будущем пригодятся во время реальных поисков. Привлечь в отряд как можно больше людей – сегодня одна из главных задач поисковиков. Это тоже зависит от нашей работы, как мы сумеем их уличить, как они походят. И опять же, личный позыв, личный материал. Но большей частью влияет не сама тренировка, а последующие события. Как бы это ни печально, ни прискорбно звучало, но тем не менее, это правда. Все это делается после таких поисков резонансных. То есть, когда человек потерялся, людей многого ищут, участвуют, видят непосредственно результаты работы. И вот на чьей-то беде или на счастливом спасении. Вот на этом уже люди остаются в отряде. Участвуют в учениях и довольно опытные поисковики Анны. Ее позывной в отряде «Салатик» и Настя Тамбовчанка сейчас проходят обучение на старших поисковых групп. На этой тренировке мы с ними в одной команде. Лиса-6. Полевая тренировка – это что-то вроде игры в зорницу. Задача группы – найти все точки маршрута. Всего это минимум 4 километра. У каждой группы свое расстояние. И здесь важно научиться ориентироваться по компасу, а также работать с рацией и навигатором. Расстояние до первой точки маршрута нашей лисы – около 500 метров. Кажется, нам досталось одно из самых простых заданий. Главное – верно определить азимут и периодически сверяться с картой. Лиса-6. Прибыла в точку. Гольф-3. Лиса-6. Принято. Все. Теперь мы смотрим наше задание. Задание в рамках тренировки больше из спортивного ориентирования. Во время реального поиска все было бы гораздо сложнее. Карту в таких случаях разбивают на квадраты. Каждый, как правило, 500 на 500 метров. Пешие группы из 5-8 человек движутся плотной цепью, прочесывая буквально каждый сантиметр. Мы оборачиваемся, смотрим за каждым деревом, идем как можно медленнее, чтобы ничего не упустить. То есть мы идем медленно. Оборачиваясь назад постоянно. Потому что потерявший человек может сидеть за деревом, и когда идешь прямо, ты его можешь просто не уметь. Зачастую на поисках приходится осматривать довольно обширные территории. Чем больше людей будет задействовано в так называемом «прочосе», тем больше шансов услышать заветные слова «найден жив». Получилось так, что выполняли задачи поставленные. Шла по этому же как раз лесу. Шла бабушка. Просила помочь, потому что так как она заблудилась, у нее давление подскочило. Объяснила, где находится ее внук на машине. В итоге я ее вывела туда положено, отдала в руки внуку, получила благодарность словесную. Бабушка доставлена домой, с ней все в порядке. У каждого своя, наверное, цель здесь. Мне вот, например, нравится, да, ходишь, находишь человека вообще, когда в рации слышишь «стоп», «найден жив», мы еще просто счастливы. С учений группа возвращается в штаб уже через пару часов, тогда как на поисках порой приходится полдня проводить в природной среде. Все это время за процессом следит координатор. Трекер, да, оперативный картограф сливает трек, обрабатывает его, смотрит, насколько качественно была проделана работа. И после этого трек сливается на сервер, то есть чтобы куратор, не обязательно находясь в штабе, он может, например, находиться в другом регионе, и он может онлайн наблюдать за тем, как идет работа, какие задачи уже выполнены, то есть и на основе этого дал результат, эта задача дала результат или нет, он может поставить какую-то новую задачу. В воскресных учениях «Лиза Алерт» приняли участие почти полсотни человек. Это поисковики из Тамбовского и Липецкого отрядов, в их числе и 10 новичков. Возможно, они тоже теперь готовы к тому, чтобы спасать людей, попавших в беду. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей. С сегодняшнего дня у жителей Тамбовской области появилась возможность оформить права на недвижимость в любой точке страны, подав документы в ближайшем МФЦ. Раннюю услугу можно было получить лишь в трех отделениях кадастровой палаты. По соглашению Росреестра и МФЦ области с 9 марта поставить на учет и зарегистрировать право на недвижимость по экстерриториальному принципу можно в любом МФЦ. Принцип предполагает, что недвижимость может находиться в любом субъекте страны, в то время как заявитель подает документы для получения услуги по месту пребывания. Раньше воспользоваться таким правом подачи документов по экстерриториальному принципу можно было, в общем-то, беспрепятственно по сути дела жителям только тех городов, о которых я говорила, Мичуринск, Маршанск, Тамбов. То есть другим жителям нашей области все равно пришлось бы выезжать с своего места нахождения, чтобы подать такие документы по экстерриториальному принципу. Теперь же получить услугу можно будет в одном из филиалов сети МФЦ региона, а такие есть в каждом городе и районе области. В прошлом году кадастровая палата приняла 12 тысяч таких обращений по отношению к недвижимости, находящиеся на территории области и больше 6 тысяч заявлений от жителей региона, желающих зарегистрировать имущество в других субъектах. Теперь популярная услуга стала еще доступнее. С днем весны любви и красоты прекрасных женщин поздравило региональное отделение партии «Единая Россия». Выразить признательность и восхищение решили оригинальным способом, каким увидите в сюжете Дмитрия Шапкина. Поздравления и цветы. На 8 марта – самый любимый подарок каждой женщине. В этом году в самом центре Тамбова их ждал неожиданный сюрприз. Этот пушистый белый костюм в одиночку не надеть. Вадиславу помогают коллеги. Зимой в нем тепло и довольно комфортно. А чтобы было не жарко летом, в медвежью голову встроили маленький вентилятор на электротяге. В таком облике с охапкой тюльпанов пушистый зверь отправляется на встречу прекрасному полу. Конечно, интересно поздравить наших прекрасных российских дам с таким праздником. Подарить цветы. Они этого заслуживают. Белый мишка поджидал женщин у одного из торговых центров Тамбова. В 10 утра там уже людно. Приятный сюрприз вызвал неизменные улыбки и радость. В 8 марта вы работаете. Ну, надо горд убирать. Что ж, снег пошел. Все надо. Мы ответственные. С праздником вас! Спасибо! Здорово! Один уже есть. Спасибо большое. Девчонки, приятно получать такие подарки? Да. Вы поделитесь впечатлением. Неожиданно. Спасибо. Приятно? Очень спасибо. Праздник на вас. Спасибо. Этот персонаж настолько понравился прекрасным дамам, что традицию поздравлять женщин и девушек именно так решили сделать регулярной. Так что прекрасное настроение с утра 8 марта теперь тамбовчанкам будут обеспечивать не только мужчины с подарками, но и белый мишка с тюльпанами наперевес. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Праздничное настроение в преддверии женского дня создавали и в общественном транспорте Тамбова. На это была направлена акция «Весенний экспресс». В «Весенний экспресс» накануне международного женского дня превратился один из городских автобусов. На пути следования волонтеры дарили представительницам прекрасного пола цветы и открытки. За настроение в салоне отвечал молодой человек с гитарой, а девушки-добровольцы напомнили пассажирам историю зарождения весеннего праздника. «Восьмой марта» это весенний день и хочется сказать, что женщины это самые прекрасные создания на этой планете, что их нужно беречь, уважать, ценить и что это очень важно, ведь не зря же наши предки отстаивали права женщин в прошлом. Это очень-очень важно для нас. «Весенний экспресс» — часть всероссийской акции «Вам любимые». Организаторами выступили добровольцы из различных учебных заведений Тамбовской области. Капель, ручьи и канонада птичьих голосов предупреждает о приближении самого жизнеутверждающего времени года. В Тамбове еще одним предвестником пробуждения природы стала ежегодная выставка тамбовских художников «Весна идет, весне дорогу». Наш корреспондент Марина Корякина изучила экспозицию и узнала, какие опознавательные знаки еще есть у этого сезона. У кого-то завтра в согретой земле щедро одаривает талой водой луга, а кто-то, забегая вперед, уже поет «Оды лету». Виктор Кошелев вдохновлялся вечно зеленым Кипром. Туда он летал как раз в марте, только 2019 года. После отдыха привез кусочек Средиземноморья на родину и уже здесь, в Тамбове, доводил наброски до ума. Бывает все там в облаках, бывает там гроза, все быстро меняется. Бывают такие сильные такие отношения. Небо одно, земля освещена, архитектура освещена, тени там характерные такие от всех карнизов. Ну и вот эти кусты, конечно, меня. Меня кусты эти с детства привлекали. Вот когда видишь южные пейзажи художников русских еще, вот у Крачковского очень много, Кондратенко, много вот таких вот. Наши крымские тоже очень близкие вот эти вот розовые кусты есть, так сказать, писали наши художники. Однако что там говорить про флору, когда даже животный мир просыпается от первых теплых лучей? Выставка пестрит букетами, но художники напоминают, что весна – это не только цветы, а еще время ловить щуку. Когда солнце нагревает воду до плюс восьми, эта рыба начинает собираться на нерест. Тогда-то самое время ловить хищницу, чтобы приготовить вкусный царский стол. Организаторы по традиции не ограничивали авторов в технике. Годы создания работ тоже самые разные. Среди 55 полотен есть как зрелые, так и те, на которых еще не подсохли краски. Есть как уже известные наши заслуженные художники со званиями, так и молодые, пополнившие наш союз буквально в прошлом, в позапрошлом годах. Старались сделать выступ в первую очередь красивую, яркую, жизнеутверждающую, соответствующую этому прекрасному времени года. Ну и судить, конечно, зрителю, но, как нам всем кажется, это у нас получилось. Если вы пока не обрели весеннее настроение, тогда вперед на «Гоголя-6». Посмотреть на весну глазами тамбовских художников можно с 9 часов утра до 7 часов вечера. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Спортсмены при Тамбовье надели валенки, чтобы вступить в битву за кубок главы Тамбовского района. Третий по счету турнир по хоккею с мячом в этом году принял Татановский сельсовет. Подробнее о правилах этой необычной командной игры и ее участниках расскажет наш корреспондент Павел Юрасов. Традиционный турнир на кубок главы района подводит итог всему сезону любительских игр. Хоккей с мячом в валенках – дисциплина особенная для спортсменов Тамбовского района. Команды сельских советов усердно готовились к первенству у себя дома. Сегодня для этого есть все условия – хоккейные коробки, лед и инвентарь. Но когда-то с таким же задором игралось и без необходимых удобств. В детстве, откуда, собственно, и родом хоккей в валенках. Когда играли во дворах, когда чистили пруды, площадочку и играли, конечно… Ну, шайбы были, коньков скорее не было. Шайбы находили где-то. Вот с коньками была проблема. Один-два, кто мог себе позволить где-то откуда-то привезенные коньки. Ну, льда профессионального, конечно, тоже я в своем детстве не видел. Это или пруд, или часть речки. Одна из главных интриг спортивной встречи – противостояние команд администрации района Игла сельсовета. Всего же в турнирной таблице восемь команд. Первыми на лед выходят хоккеисты сел Бокина и Тулиновки. Продолжается первый матч турнира. Правила очень просты. Спортсмены должны быть либо в унтах, либо в валенках, либо в сапогах. Играю два периода по десять минут с разменом ворот. Пока счет 1-0 в пользу команды Тулиновка. Положения вне игры нет. За любое нарушение судья назначает штрафной удар. Вот, собственно, и все правила. Запомнить их куда проще, чем устоять на ногах в полухоккейной баталии. До конца игры команда Тулиновки успела забросить еще два мяча ворота противника. Перед турниром каждый день практически тренировались у себя в селе на спортивной площадке. Также бегали. Вот и результат. 3-0. Доволен? Доволен игрой и своей командой. Мы будем бороться только за первое место. Поле еще такое очень скользкое. Очень трудно бежать и играть. Да, в связи с погодными условиями очень скользко. Мы чуть-чуть на рубленом льде играли, когда после коньков. Попроще. Да. Сейчас подвыкнем чуть-чуть и обязательно победим, я думаю. Каждая команда провела несколько матчей, набирая победные очки. Отличную командную игру показала команда администрации Томовского района. Вперед к победе своих подопечных вел лично глава при Томове Алексей Бородин. В итоге второе место. Бронзу забрала команда завода ТВС. Кубок за первенство достался спортсменам из Тулиновки. Павел Герасов, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. 50 метров водной глади, кролем, брасом и бутерфляем. Под оглушительные крики болельщиков проплыли ученики 6-й спортивной школы Тамбова. Так они отметили юбилей образовательного учреждения, которое готовит лучших пловцов региона вот уже 40 лет подряд. Мой коллега Дмитрий Шапкин побывал на соревнованиях и оценил накал борьбы. Спина – коронный вид плавания Арины. Его любят больше всего и с удовольствием демонстрируют мастерство. В школе она уже три года и выделяется результатами среди сверстников, хотя свои секунды высокими не считает. Примерно на шестерочку, на пятерочку, так, из десяти. Ага, из десяти. А почему так? Ну, потому что я еще не до конца разработала свою технику. А что больше всего, какие стили нравятся тебе? Спина. Спина, а почему? Ну, это слишком легкий стиль. Всего на весеннем турнире среди ребят и девчонок десяти лет провели 20 стартов. Плыли разными стилями – от браса до бутерфляя, который считается самой сложной дисциплиной в этом виде спорта. Когда начинается очередной заплыв в бассейне, ничего не слышно, кроме криков. Болеют ребята яростно. Ничем непонятно, кто переживает больше – пловцы в бассейне или коллеги на сколье. Сегодня эта спортшкола – единственная в области, которая готовит пловцов высочайшего класса. Так, за последние три года тут воспитали трех мастеров спорта. А сколько их было за 40 лет, педагоги уже точно не помнят. Были даже случаи, что спортсменов из нашей спортивной школы брали в училище Олимпийского резерва. Были и призеры чемпионата России, и первенства России. Ребята выигрывали, были призерами. Поэтому наши спортсмены могут быстро плавать не только в нашем бассейне, но и на более серьезном уровне. Кстати, совсем скоро свой уровень мастерства ребята предстоит продемонстрировать на открытом городском первенстве. Соревнования планируют провести во дворце спорта «Антей», куда, как ожидается, приедут спортсмены не только нашего, но и соседних регионов. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей. На сегодня это все новости. Смотрите и читайте нас на сайте tvtombov.ru и в социальных сетях. Хороших вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова